По данным соцопросов, среди всех проблем, которые волнуют татарстанцев, коррупция занимает 13 место. Самыми коррумпированными же жители республики считают медиков, преподавателей вузов и сотрудников ГИБДД. В разговоре с нами казанцы о коррупции отзываются по-разному. Кто-то с ней не сталкивался, кто-то слышал, а кому-то и намекали на взятку. Заставляют иногда какие-то документы делать, ждешь, ждешь, а потом, получается, отходишь и думаешь, с ней будут связываться. И значит, говорит, мама, ты не поняла, тогда отходи и ничего не говори. Местные власти, чиновники, там земли и так далее. Даже темы-то не возникает такой. Может быть, мы не там бываем, не там ходим. Так или иначе, по итогу минувшего года в республике в коррупционных нарушениях уличили без малого 400 чиновников, в том числе и 9 руководителей высокого уровня. Есть лица руководящего состава, это руководительный министер, в том числе один из вице-премьеров республики Татарстан. Конкретных имен сегодня не назвали, но добавили, что не все отделались лишь дисциплинарным взысканием. Некоторые получили и уголовное наказание. По данным Министерства внутренних дел, в 2017 году 70 служащих муниципальных органов власти и учреждений привлечены к уголовной ответственности в совершении коррупционных преступлений. И в антикоррупционном мониторинге как раз указано о том, что это 25 глав руководителей сполкомов сельских поселений, 16 работников образовательных учреждений, 11 руководителей муниципальных учреждений. В разрезе районов больше всех нарушений и худшую динамику насчитали в Нижнекамском, Кукмарском и Октанышском. Здесь мы сразу видим определенную недоработку как и кадрового подразделения, так и соответствующих органов. Но мы с вами должны понимать о том, что количество, например, тех же самых совершенных правонарушений или количество даже уголовных дел, это не прямой показатель именно того, что именно в этом районе больше всего коррупции. Мы с вами прекрасно можем понимать о том, что, может быть, просто в этом муниципалитете плохо осуществляется работа по профилактике и лучше работают правоохранительные органы. Сейчас чиновники Татарстана в очередной раз дают декларации о доходах. И как не исключают борцы с коррупцией, возможно, после этой процедуры снова появятся вопросы к отдельным персонам. Дмитрий Иринин, Ирина Сафин, ТНВ, Казань.